Здравствуйте! Это последние события четверга в студии Махач Курбанов. Коротко о главном. Сергей Меликов избран законным главой Дагестана. Сегодня депутаты большинством голосов сделали выбор в его пользу. Более подробно через минуту. Творчество в правильном русле. Об итогах конкурса среди школьников на лучшую работу по теме межнационального согласия и мира расскажем сегодня. Рыли котлован для фундамента, а нашли клад. В Махачкале рабочие откопали археологическую находку. С места раскопок расскажут наши коллеги. Сегодня Сергей Меликов избран законным главой Республики Дагестан. Так решили депутаты большинством голосов. 82 депутата из 87 сделали свой выбор в пользу Сергея Меликова. Кроме избранного руководителя республики, кандидатуру на пост главы выставили политические партии «Справедливая Россия» и КПРФ. За Камиля Давдеева и Самира Абдулхаликова проголосовали по два депутата. До процедуры избрания все три кандидата выступили со своими программными заявлениями. Основная речь касалась будущего республики, инвестиционной политики, реализации социальных проектов, строительства, мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и мирного будущего. В докладах были затронуты все сферы жизни. Сергей Меликов коротко остановился на результатах деятельности за время исполнения обязанностей главы. Отметил, что во многих направлениях есть заметные продвижки. После процедуры избрания он поблагодарил депутатов и коллег за сделанные выборы и отметил, что какие бы политические партии мы не представляли, важно работать на благо Дагестана. Искренне благодарю всех, кто отдал за меня свой голос, кто поддерживал меня все это время, кто работал рядом со мной в период исполнения мной обязанностей главы республики. Ваше единодушие не просто добавляет мне силы и уверенности, но свидетельствует о нашей общей заинтересованности в развитии республики. Вступая в должность главы республики, я понимаю, что становлюсь частью этой летописи, остро осознаю свою колоссальную ответственность перед всем нашим многонациональным народом, перед нашими великими предками. Считаю своим долгом сделать все для республики, для спережения и продолжения великого исторического наследия. Цель моей работы и, как и всей моей жизни, даже как и прежде, это служение людям, служение Отечеству, его безопасности и укреплению. Своё уважение сегодня моим оппонентам, уважаемым мою Гамилу Магомедовичу, Самиру Касумовичу, людям, несомненно, достойным. У нас могут быть разные взгляды, убеждения, мы можем представлять разные партии, общественные организации. Но мы никогда не должны отступать от основополагающего принципа жизни нашей республики. Самый главный принцип в Дагестане – это его единство. На мероприятии присутствовали не только депутаты Народного собрания, но и Госдумы России, члены Совета Федерации, представители духовенства, приглашенные гости, а также главы соседних регионов. Своё мнение по поводу избрания Сергея Меликова на пост главы республики выразил также и муфти Дагестана, шейх Ахматафанди. Поздравляю Сергея Меликова, таким доверием от имени мусульман Дагестана я поздравляю. Желаю, чтобы все его начинания, Всевышний в этих ему помог. Аллах, чтобы Всевышний дал ему благополучие, счастье и всё самое на улучшение. И Дагестан, процветал его период. Вот что я живу. И в этом я почти уверен. Рыли котлован для фундамента, а откопали археологическую находку. На юге Махачкалы, на улице Ахундова, рабочие во время строительных работ обнаружили вход в ранее сокрытое подземелье. Его протяженность под землей 22 метра, высота 2 и ширина 3,5 метра. Во время осмотра были обнаружены фрагменты сосудов из поливной керамики и каменный водовод. На месте побывала моя коллега Наталья Ханбабаева. Это древнее подземное сооружение обнаружили рабочие во время строительства многоэтажного дома. Для Махачкалы это уникальный случай. На данный момент строительство приостановлено, чтобы ученые продолжили исследовать территорию. Здесь должна была стоять ничем не примечательная многоэтажка. Теперь же это место стало объектом всеобщего интереса. Местные жители приводят сюда своих детей, чтобы показать удивительное подземелье. Сейчас строительство приостановлено, а объект под пристальным вниманием археологов. Точный возраст тоннеля предстоит выяснить по останкам керамических сосудов. Скорее всего, приоритие этого котлована, где мы находимся сейчас, юго-восточная часть, его была повреждена. На данный момент мы не можем сказать, был ли это вход в это сооружение, или что здесь было, потому что мы видим, что эта часть около 3 метров, 3,5 метров где-то этого сооружения, оно разрушено. Мы не можем сейчас на данном этапе сказать его возраст, к какому периоду он относится. Однако, в слое рядом с этим сооружением встречена керамика 19 века. Также к этому сооружению идет водовод. В борту того стенки мы можем видеть этот водовод. В республике нередко во время строительных работ находят древние сооружения. По словам археологов, не все считают необходимым сообщать о находке. Но здесь важно отметить, сокрытие и порча исторических памятников лечет за собой уголовную ответственность. Сейчас местные активисты внимательно контролируют процесс строительства. Подтянулись общественники. Есть один парень такой, он знает еще эти моменты. Он обнаружил этот котлован. Не котлован, а этот туннель. Когда он посмотрел, внутрь зашел. Это же историческое такое, археологическое. Люди постоянно здесь они бывают. И еще дали предписание им. Советские главы района, потом вот эти наследия памятников, они тоже дали предписание. Пока не изучат, пока окончательный результат не будет, никакие земель не трогать, копать запрещено. Вот до уголовного дела, если даже тронут. По закону необходимо провести археологические раскопки. Это и определит судьбу древнего сооружения. Специалисты говорят, что есть два варианта развития событий. Либо перенести артефакты в музей и продолжить возведение многоэтажки, либо объявить подземелья объектом культурного наследия и отменить строительство навсегда. Наталья Ханбабаева, Салман Гитихмаев, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Махачкала. Свежие и натуральные продукты по доступным ценам. В Махачкале 16 октября по улице Пушкина пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка. Мероприятие проводит Министерство сельского хозяйства республики при содействии столичной администрации. Организаторы ярмарки приглашают всех желающих приобрести качественную, экологически чистую местную продукцию. Видеоролик, плакат, фотография. В Махачкале подвели итоги конкурса среди образовательных организаций на создание лучшего информационного материала, посвященных теме межнационального согласия и мира. Лучшие работы школьников увидела Ларьяна Шамхалаева. Ей слово. Более тысячи республиканских школ предоставили в конкурсную комиссию свои работы и только 32 лучшие дошли до финального этапа. Главная задача проекта – направить творческий потенциал молодых людей на создание позитивного контента в соцсетях. Как говорят организаторы, многим школьникам это удалось. Дети в школах учатся, в колледжах, и у них есть свои страницы, в которых большое количество подписчиков. Они там что-то публикуют. У нас была такая задумка, почему бы нам не создать такой конкурс, на котором эти дети сами создали бы такие видеоролики, которые были бы смотриблены детьми. Взрослые могут что-то создать, а дать ей это неинтересно. Ребята попробовали отразить именно свое отношение к миру, что они хотят больше мира, дружбы между собой, взаимопонимания. У Саида Казиева из Магарамкенского района вся Россия поместилась на ладонях сверстников. Когда решил воплотить идею на фото, о победе даже не думал. Денежный приз и первое место стали для школьника приятным сюрпризом. Конкурс хороший. Этим фотом я хотел вообразить, что мы все едины. Свою награду я потрачу с друзьями, изображенные на фото. Более 30 лучших работ были отмечены денежными премиями. Участники также получили благодарственные письма от организаторов. Конкурс под шефством Малой Академии Наук Республики Дагестан прошел впервые. В дальнейшем мероприятия планируют проводить ежегодно. Лариана Шамхалаева, Магомед Магомедов, новости ННТ Махачкала. Коротко о спорте. Дагестанские рэгбисты в финале студенческого чемпионата страны. На турнире в Симферополе нашу республику представляют учащиеся Дагестанского государственного педагогического университета. В соревнованиях участвуют ведущие рэгбийные сборные шести федеральных округов России. Подопечные тренера Магомеда Гаджи Магомедова провели две победные встречи. Обыграны команды университетов Москвы 31-7 и Севастополя 68-0. Так воспитанники дагестанской школы рэгби гарантировали себе как минимум серебро. 17 октября студенты ДГПУ в матче за первое место сразятся со сборной Сибирского федерального университета Красноярского края. Это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Оставайтесь с ННТ, смотрите нас в соцсетях и на сайте nntv.ru Всего доброго, до свидания.